Главный тренинг футбольного клуба «Балтика» Сергей Николаевич Игнашеевич. Сергей Николаевич, ваш комментарий по сегодняшнему матчу? Сложная игра, достаточно сумбурная получилась. К сожалению, под давлением не очень много у нас позиционных атак в этом матче. Хочется больше позиционной игры. И хочется, конечно, чтобы и более надежно мы развивали атаки, несмотря на давление соперника. Хочется больше от полузащитников наших поддержки атакующих действий. Потому что не очень много в целом по сезону у нас ассистов, голевых действий, голевых передач, инсайдов. Поэтому игра сегодня хорошо нам показала, где нам в чем надо прибавлять в позиционной игре. В первую очередь, что касается игры в обороне, то считаю, достаточно надежно мы сыграли, за исключением одного эпизода. Так, в целом, одно очко, движение вперед. Поэтому поблагодарили ребят за эту игру. Добрый вечер, Вестник Светлогорска. Не показалась ли вам сегодняшняя игра достаточно жесткой в плане борьбы? С чем это может быть связано? Конечно, жесткая. С чем-то идет чемпионат. Концовка чемпионата на горизонте. Добрый вечер. Как вы охарактеризуете поддержку болельщиков сегодня на матче? Больше 10 тысяч человек пришло. Прям громко было, хорошо. Люди кричали. Спасибо большое, что напомнили. Хотел сказать, и вот начал о футболе говорить, и совсем это вылетело с горой. Хотел бы сказать большое спасибо. Очень приятно играть в такой обстановке. Жалко, что не смогли победить сегодня. Еще раз хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за эту поддержку. Очень приятно. Добрый вечер. В первом тайме атака по левому флангу несколько раз захлебывалась. Как вы оцените сегодняшнюю игру флангов в целом и конкретно новичка команды Кирилла Фольмера? Ну, я бы повторил то, что говорил после первой игры с Хабаровском. Нам, безусловно, есть в чем прибавлять. У нас есть ресурсы на этих позициях. У ребят нужно уметь терпеть. Сегодня были моменты, когда нам было тяжело. Но в некоторых моментах мы, к сожалению, проиграли единоборство, проиграли позиционную. И хотелось бы нам более надежно играть как при обороне, так и более активно в атаках на фланге. Это касается левого и правого фланга. Добрый вечер. Сегодня Балтика, так же как соседи по турнирной таблице, кроме Енисея, потеряла очки. Скажите, в раздевалке как-то настроение по этому поводу изменилось? Какая-то реакция игроков последовала? Реакция на результат сегодняшний. Конечно, мы расстроены, что мы пропустили мяч в концовке. От турнирной таблицы речи не было в раздевалке. В 84-й минуте начали хлопать в ладоши к чему-то, призывая игроков. На 85-й пенальти получили. Видимо, призыв не был услышан. Как вы это пропонтируете? Не надо на меня обращать внимание, кому я хлопаю. Я хлопаю, кричу и так далее. Это вообще никого не имеет значения. Баллисты находятся на поле, они смотрят на мяч, но то, что происходит... То, что я там делаю, это исключительно мои эмоции. Если вдруг где-то что-то я кого-то подкорректирую, помогу кому-то, будет здорово. Сегодня было сложно корректировать, потому что болельщиков много. Поэтому хлопай, не хлопай, играет футболисты. Коллеги Евгений Игоревич Калешин, главный тренер футбольного клуба «Крон». Евгений Игоревич, пожалуйста, комментарий по игре. Тяжелейший матч. Я думаю, что мы не смогли сегодня хороший футбол показать. Для турнирного положения очко пойдет. Так, конечно, качество игры было. Неважно. Добрый вечер. Как вам возвращение в не чужой к вам Калининград? Отлично, хорошая погода. Стадион, атмосфера хорошая. Поэтому очень рады. Поплывайтесь и вновь в Калининграде. Радите, пожалуйста. Евгений Игоревич, скажи, пожалуйста, вот с такой игрой как вы умудрились до четвертьфинала набраться? С какой такой игрой? Ну, плохой. Я еще вопрос. Я отвечу, почему. А вы смотрели наши матчи? И мы плохо играли всегда. Но сегодня плохо играли. И поэтому мы сегодня плохо играли, поэтому мы сегодня только очко взяли. А если бы мы хорошо играли, я думаю, что у нас шансы были бы на победу. Евгений Игоревич, потеря Савичева сегодня, насколько она критическая оказалась для команды? Либо наоборот? Не, ну, футболист, капитан команды, ведущий игрок, когда ты теряешь одного из лучших игроков в составе, естественно, сложнее. Ну, в принципе, мы смогли компенсировать. Проблема не была, еще раз, в одном игроке. Проблема коллективная была. Командного футбола была нарушена, была связь. И сама идея, как бы она не работала, поэтому так сложно было сегодня. На сборах вы проверили три тайма против Балтики. Насколько вот эти три тайма оказались информативными для вас при подготовке к сегодняшнему матчу? Информативные. Мы выиграли матч там. 90 минут экстра тайм проиграли. Но там был не товарищеский матч. Хоть это на сборах, он был абсолютно конкурентоспособный. И пищу дал, я думаю, что и сопернику, и нам. Поэтому мы отталкивались от этого матча, потому что соперник практически ничего не поменял в игре. Вот, два тура прошло. Вот, команда с запасом идет, уверенно идет. Еще раз, я не хочу, чтобы вы подумали, что это мы там такие великие, мы скромные. Но соперник не дал сегодня хорошо сыграть, это понятно. Это заслуга не только наш минус, это заслуга соперника, что он не позволял нам играть. Вот, поэтому я очень недоволен матчем и ходом игры, и как мы играли. Потому что мы приехали при такой публике показать хороший футбол, показать идею. А публика пришла посмотреть, как две подачи закончились голами. Одна там ширь, пырь, запихали, и второй пенальти. Вот, за 90 минут футбола на таком газоне, на таком стадионе при 10 тысячах. Надо еще иногда думать про то, что мы после себя отставляем. Этот результат забудется, и место в таблице тоже забудется. А, должен быть, болельщик должен уходить с потенциалом каким-то, который удовольствие должен получить. Без этого смысла нет вообще футбола. Сегодня Понсо вышел не в старте. Почему Эльдорушев сегодня был? Потому что регламент такой, что лимитчик, игрок лимитного возраста должен постоянно присутствовать в 90 минут. И иногда какой-то хороший игрок, я думаю, не только в нашей команде, а во всей лиге, он является жертвой лимита. И поэтому мы не могли по-другому сделать. И приходится иногда так поступать. Но Эльдорушев тоже не давал повода усомниться в нем этому. Сегодня решили сыграть в таком сочетании футболистов. На наш взгляд Понсо это вообще один из самых лучших трансферов всей лиги именно зимой. Насколько он сейчас готов, по-вашему? И чего вообще можно ждать болельщикам от него этой весной? Ну, он много пропустил. Хотя он был в команде, но он несколько раз уезжал, там по три-четыре дня пропускал тренировки, пропускал матчи. Естественно, что это накладывается на подготовку. Было бы неправильно, что даже если это легионер, игрок, который высокого уровня, но он не тренируется или пропускает тренировочные занятия, и ему гарантировано место в составе. Сейчас он, я думаю, в хорошей форме. И эта игра на кубок это показала. Но еще раз повторюсь, иногда бывает, что кто-то становится жертвой лимитного вот этого регламента. Сегодня получилось так, что он в этом списке оказался. Игр еще очень много, и каждый игрок будет востребован, потому что у нас много там и дисквалификаций есть, и все еще пойдет. Поэтому все наиграются, я думаю. Все будут задействованы в решении основной задачи. И немного лирики в самом конце. Как вам сегодняшняя встреча вашей команды? Вы имеете в виду приветствия? Да, да, да. Вот это вот, для вас сказать, фактически. Вообще, как бы мы рады, что клуб процветает, идет на первом месте. И дай бог, чтобы этот заход на премьер-лигу, он увенчался успехом. А то, что здесь креативные люди работают, и Юра, мы не сомневались, придумали красивую идею. Мы, в принципе, смотрим эти все обзоры, поддерживаем связь с ребятами, с персоналом. Ничего. Ну, только можно позавидовать и поучиться, может быть, даже как встречать надо. Ну, на таком стадионе, конечно, атмосфера, она вся, ну, все в праздничное окажется. Стадион делает тоже погоду очень большую, потому что на нашем стадионе такую праздничную атмосферу сложно создать. Именно вот из-за ауры, которая здесь немножко по-другому смотрится. Ощущения вообще другие, вот как бы вкус футбола, он другой. Поэтому мы рады, что в Балтике все идет нормально, и команда продолжает лидировать. Спасибо большое, вам удачи в полуфинале. Спасибо большое. Берем, Балтийка! Берем, Закалийки!